МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детский сад «Теремок» победитель в конкурсе по охране труда. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. Ежегодно в этот день государства члены Международной организации труда отмечают это значимое событие. На территории Смоленской области отмечается Региональный день охраны труда. В целях пропаганды охраны труда на территории Смоленской области, усиления роли социального диалога и создания комфортных и безопасных условий труда, повышения эффективности профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний в организациях, распоряжением администрации Смоленской области от 30 августа 2016 года под номером 1384 утвержден Региональный день охраны труда, который будет отмечаться ежегодно во вторую среду апреля. В Десногорске ежегодно проходит муниципальный смотр-конкурс на лучшее состояние условий охраны труда в организациях. Межведомственная комиссия определяет победителей в четырех номинациях. Первая номинация предприятия свыше тысячи человек, вторая от 500 и выше, третья номинация до 500 человек и четвертая численностью до 100 человек. В первой номинации в 2016 году лучшей признана Смоленская атомная станция. Руководство Смоленской АЭС, профсоюз, служба главного инспектора, институт уполномоченных по охране труда системно подходит к решению вопросов, касающихся предотвращения травматизма и сбережения трудового потенциала атомной станции. В подразделениях проводятся собрания трудовых коллективов, посвященные вопросам профилактики производственного травматизма, профзаболеваний. Ежегодно на станции проводится конкурс на лучшее подразделение по состоянию условий охраны труда и на лучшего уполномоченного по охране труда. Смоленская АЭС является постоянным лидером городского смотра конкурса по охране труда, неоднократным победителем областного конкурса. Конкурс детских рисунков и конкурс плакатов по охране труда, которые проводят специалисты отдела охраны труда Смоленской АЭС, также стали традиционными и пользуются большой популярностью. С 10 по 14 апреля в Сочи проходит Всероссийская неделя охраны труда, в которой принимает участие начальник отдела охраны труда Смоленской АЭС Павел Лобачев. Это масштабное событие, на которое приехали тысячи представителей нашей страны и зарубежные партнеры для обсуждения новейших тенденций и перспектив развития деятельности в области охраны труда, безопасности, экологии и управления персоналом. Победу в номинации организации от 500 до 1000 человек одержала подрядная организация «Смоленск Атом Энергоремонт». «Смоленск Атом Энергоремонт» – один из девяти филиалов, который выполняет задачи по ремонту, модернизации и реконструкции всех атомных станций России и некоторых зарубежных АЭС. На всех этапах работы самым важным была, есть и остаётся охрана труда на производстве. Возглавляет эту службу главный инспектор Вячеслав Алхимов, грамотный специалист, за плечами которого большой опыт работы в данном направлении. В 2016 году была проведена специальная оценка условий труда на всех рабочих местах персонала. Разработано множество программ и мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Обучение и повышение квалификации безопасным методом выполнения работ в учебных центрах прошли более 500 человек. С учётом современных требований переоборудован кабинет охраны труда. Также провели конкурсы среди работников предприятия на лучшее знание правил охраны труда, лучший плакат по безопасности труда и конкурс детского рисунка среди детей наших работников. Поощрили победителей. Два года подряд в 2015 и в 2016 смоленский филиал занимает первое место среди предприятий «Атомэнергоремонт по охране труда». И уже второй раз становится победителем в городском смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда на предприятии. Каждый работник САЭР внёс определённую лепту в общее дело. В том, чтобы родное предприятие стало лучшим, есть заслуга и службы главного инженера. Этот результат, который достигнут на сегодняшний день, это, можно сказать, результат работы всей команды, то есть всего филиала. Это взаимодействие службы главного инженера со службой инспекции. То есть поставлена задача работать на единый результат. Ну и вот итог на выходе мы имеем то, что имеем первое место. Руководством филиала прилагаются все усилия для создания безопасных условий труда персонала, обеспечивается санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Хотелось бы поблагодарить работников нашего предприятия, не только руководителей предприятия, но и работников за достигнутые достижения в области охраны труда. Хотелось бы поздравить их с этим достижением, пожелать им счастья, здоровья и успехов в работе. Всемирный день охраны труда коллектив смоленского филиала АЭР встречает с отличными результатами. Они не собираются останавливаться на достигнутом, считая, что победа в конкурсе – это определенная точка отсчета для достижения других целей и перехода на новый уровень. Неоднократно в номинации предприятия численностью рабочих до 500 человек в Десногорском городском смотре-конкурсе лидером признавали Акционерное общество «Атомтранс». Акционерное общество «Атомтранс» признано лучшим среди предприятий численностью до 500 человек. По итогам 2016 года наша организация заняла первое место в городском смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях, предприятиях и учреждениях города Десногорск. По условиям конкурса был проведен анализ состояния охраны труда, обеспечения СИЗ, санитарно-гигиенические условия, проведение специальной оценки условий труда, анализ травматизма, а также проведение обучения и проверки знаний наших работников. На нашем предприятии работает 289 человек. Весь персонал, кому по законодательству Российской Федерации полагается выдача СИЗ, обеспеченным на 100%. В «Аотомтранс» на всех рабочих местах проведена спецоценка условий труда. Это 319 рабочих мест. На тех рабочих местах, где выявлены вредные и опасные условия труда, работникам производится выплата, компенсация – это 4% оклада. Также во всех цехах нашего предприятия оборудованы раздевалки, душевые кабины, установлены раковины, имеется комната личной гигиены для женщин. Ежегодно проводится производственный контроль. Все работники нашего предприятия проходят первичные и периодические медосмотры. Наши водители проходят предрейсовые и послерейсовые медосмотры. По итогам 2016 года на нашем предприятии не зарегистрированы случаи травматизма. Все работники обучены по охране труда и проходят проверку знаний в комиссии нашего предприятия. С 2007 года на нашем предприятии действует коллективный договор. Последний раз он переутверждался в 2014 году. С сентября 2016 года у нас введено новое положение по системе управления охраной труда. В 2011 году нашему предприятию был выдан сертификат доверия работодателю. В октябре 2016 года наша организация приняла участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности на региональном этапе», где мы заняли первое место в номинации за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости производственной сферы. По итогам 2015 года наш уполномоченный по охране труда Чапурной Геннадий Михайлович занял третье место в городском смотре конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». Также его документы были поданы на областной усмотр конкурса, где он занял первое место. А в 2016 году по итогам также наш уполномоченный Остриков Юрий Леонидович занял второе место в городском смотре конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». Главной целью проведения Дня охраны труда является распространение передового опыта лучших предприятий и организаций по улучшению условий труда работников. В 2016 году в городском конкурсе по охране труда приняли участие 21 Десногорская организация. В номинации предприятия численностью до 100 человек победителем комиссия признала коллектив детского сада «Теремок». В «Теремке» созданы всевозможные условия для безопасного труда. Оформлены информационные стенды, на всех рабочих местах размещены памятки по безопасному обращению с оборудованием и бытовыми приборами. Для каждой должности разработаны инструкции. Вся работа на нашей общей блоке подчиняется инструкциям, которые находятся у нас на рабочем месте по охране труда и также по безопасности. Специалистам и руководителями подразделений по охране труда в дошкольном учреждении для работников проводятся регулярные инструктажи, семинары и практические занятия. Разработан пакет документов, в котором отражены вопросы охраны труда всего учреждения. В 2016 году была проведена специальная оценка условий на 22 рабочих местах. Все специалисты детского сада регулярно проходят медицинские осмотры. За неполные 35 лет в «Теремке» не произошло ни одного несчастного случая. Нет у нас профзаболеваний, это хорошо очень. Нет у нас несчастных случаев. Как говорится, это не только наша заслуга, но это и заслуга самих работников, что они сознательно к этому подходят, подходят к охране труда. Они соблюдают охрану труда. В 2014 году учреждение было внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников. Несколько лет назад победа в номинации конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда». В этот раз к городскому смотру конкурсу готовились всем дружным коллективам. Охрана труда, работа в этом направлении – это давняя традиция. Мы стараемся выполнять все локальные акты, все нормативные документы, которые предписывают ответственность по охране труда. Но у нас ведь два направления деятельности – это и охрана труда работников, и охрана жизни и здоровья воспитанников. Поэтому мы работаем в двух направлениях. Работа, естественно, идет очень кропотливая. Всегда получается удачно и хорошо, если работает весь коллектив в одном направлении. У нас с этим хорошо. Все понимают, что охрана труда – это очень важно. В 2017 году детскому саду «Теремок» исполнится 35 лет, и победа в конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организации стала подарком для всех работников учреждения. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok